Всем привет, друзья! Сегодня очередная подборка новостей Дома-2 за последние сутки. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Алина Галимова станет первой участницей Бородина против Бузовой в наступившем году. Для первого выпуска шоу ББ было решено использовать историю расставания Алины Галимовой и Никиты Рудакова. Однако пока что ведущие как-то не спешат включаться в работу. Ксения Бородина и Ольга Бузова находятся в отпуске, а пока они вернутся, ребята могут опять помириться. Пока что Алина во всем обвиняет Никиту, давая понять, что она просто испытывает ревность. В Новый год расстались Алина и Никита. Девушка не смогла долго отмалчиваться и поспешила выложить свои претензии в сеть, обвиняя Рудакова в чрезмерной симпатии к другим красоткам, которые ему написывали. А он радостно им отвечал вместо того, чтобы посвятить все свое внимание ей и ее родственникам. Обиженная Галимова посоветовала Рудаковой дальше общаться с поклонницами, а сама она намерена идти вперед без лишнего груза. Алина не скрывает своей радости от контракта с продюсерским центром, где ей пообещали выступления, концерты и звездную карьеру. Рудаков действительно будет лишним. Историю расставания еще обсудят на ББ, так как Алина любит обсуждать свои обиды и с удовольствием про них поговорит. Кто будет ведущими, остается только догадываться, потому что пока все находятся в отпуске. Но трудолюбивая Ольга Бузова явно вернется раньше Бородиной и в запасе есть пессимист Влад Кадуни, заставляющий зрителей сомневаться в возвращении телестройки. Возможно ли, что шоу было заказано тем самым продюсерским центром, с которым Алина Галимова подписала контракт? Ей сейчас необходимо быть на слуху, пригодятся любые обсуждения. Почему бы не поговорить о бывшем возлюбленном, которого обожает публика? К тому же Рудаков тоже начинает новую жизнь, ему и самому реклама не помешает. Марсиага-одиночка возвращается на новое шоу. Из оставленных в резерве участников закрытого Дома-2, Мария Сегаева вызывает больше всего вопросов. Почему она, бунтарка, воевала со старичками и добивалась, чтобы выгнали Ибарова, неприятная многим зрителям девица, прыгала в постель к разным парням и ни с одним у нее не завязались отношения. Одиночка, без пары, но ей, в отличие от других одиночек, разрешили остаться. Тем более Маша Марсиага в последнее время перед закрытием усиленно осваивала музыкальную карьеру. Даже записала с помощью проекта несколько песен, что говорит о ее поддержке со стороны руководства и о планах об ее продвижении в дальнейшем. Не если это еще одним подтверждением, что новому проекту быть, что оставшиеся несколько пар участников на поляне и есть тот костяк. Основа запускаемого с 15 января нового молодежного телепроекта. Жаль, что участники совсем не новые, а те, кто не очень симпатичен зрителям. Было бы приятнее увидеть совсем новых участников и наблюдать совсем новые истории. Если вы тоже так считаете, ставьте лайк. После сториз Анастасии Голд стало понятно, как сильно она достала Илью Ябарова. Идиллия Ильи и Насти за периметром продлилась недолго. Накануне девушка записала сториз, показав, какие разговоры происходят в их семье каждый вечер перед сном. И судя по этим кадрам, Ябаров уже находится на грани. Как выяснилось, в последнее время Настя ведет себя, мягко говоря, неадекватно. Девушка кричит на собаку, на самого Илью и вообще все больше превращается в истеричку. Более того, если верить саратовскому шансонье, это происходит с завидной периодичностью. Правда, по мнению Ильи, окончательно доставшей его Насте еще можно помочь. Ябаров готов сдать супругу в психиатрическую больницу. Причем саму Анастасию это, судя по-довольному, выражение ее лица нисколько не смущает. Напротив, девушка давно привыкла к подколам и издевкам благоверного. Шутки шутками, но долго ли продержится эта пара за периметром? Время покажет. Многие фанаты телестройки уверены, что развод неизбежен. Сергей Захарьяш рассказал о сценарных заготовках на Доме-2. Поскольку не все бывшие участники телепроекта связаны с соглашением о том, что не будут разглашать подробности кухни и того, что происходило за кадром, то Сергей Захарьяш кое-что интересное рассказал в прямом эфире. Так он утверждает, что возмущавшие зрителей скандалы и потасовки тщательно готовились и к ним вынуждали тех, кто якобы пытался строить любовь. Захарьяш рассказал, что сценарные заготовки на Доме-2 планировались еще на этапе кастингов, когда у кандидатов строители любви тщательно выясняли, какие темные пятна есть в их биографии до прихода. Те, у кого было скандальное прошлое, считались особо ценными и значимыми людьми. Ведь потом разоблачения, как это было в случае с Маргаритой Овсяниковой или Ольгой Рапунцель, могли стать основой съемок и шоу «Бортина против Бузовой» и массой сюжетов с «Поляны дома-2». Отметил Сергей, что до своего появления на телепроекте был уверен, что все, что показывают зрителям, происходит на самом деле. Неужели был таким наивным или таким образом оправдывает свой приход и бесславный уход со скандального телешоу? Зрители до сих пор считают, что руководство проекта «Дом-2» очень нагло обмануло всю страну. Уже нет смысла скрывать то, что назревает. Участники, оставшиеся на поляне, тоже пытались нам нагло врать. Якобы им разрешили просто пожить несколько дней на поляне, встретить там Новый год, а потом все дружненько разъедутся по домам и навсегда попрощаются с поляной. Ведь «Дом-2» официально закрыт. Как бы не так. Почему же разрешили остаться только избранным, не всем? Почему участники сразу не захотели поехать к себе домой, узнав о том, что это конец, чтобы встречать Новый год с родными и близкими? Вместо этого типы решили немного еще пожить на поляне, пока разрешают тратить свои личные деньги на московскую жизнь, на еду, на все расходы. Зачем? Ходить по бутикам, покупать дорогие брендовые вещи, возвращаться на поляну и хвастаться на камеру обновками, тусить в московских заведениях на широкую ногу. Разве эти участники похожи на людей, которые остались без работы и без денег? Ведь если всему конец, тебя уволили, проект закрыли, так едь к себе домой и экономь заработанные деньги на этом проекте. Разве не логично взять тех же Купиных, Стрелкова с Анитой, Григорьева с Жуковой, которые в Сочи отдыхают? Разве кинулись бы люди во все тяжкие, где огромные траты после того, как их уволили? И естественно, люди остались без зарплат, без стабильности. А реклама в Инстаграм не гарантирует стабильность. Ее может и не быть в нужном количестве, чтобы хватало на жизнь. Стабильность нашим героям гарантирует только телепроект Дом-2. Вот и отрываются наши участники по полной. Веселятся, тратятся, зная, что впереди есть будущее на Доме-2. Продолжение будет. Вот и не покидают некоторые поляну по этой же причине. А вчера официальный аккаунт Дом-2 начал выкладывать новости об участниках, кто и как встретил Новый год, кто и чем занимается. Спрашивается, для чего, если Дом-2 закрыт? К этой истории очень много вопросов, но один факт очевиден. Нас нагло пытаются в чем-то обмануть. И уже многим понятно в чем. Кстати, Майя и Леша Купины станут ведущими нового шоу, съемки которого начнутся 15 января. Не секрет для многих, что Дом-2 закрыли по причине снижения рейтингов от тока рекламодателей. Соответственно, в последнее время проект практически не приносил прибыль продюсерам и руководству. Хотя на съемки шоу тратились огромные деньги, не считая того, что надо платить зарплату не только участникам и ведущим, но и огромному количеству закадровым сотрудникам. В связи с этим руководство решило значительно снизить свои расходы на выпуск телешоу. Как мы знаем, убрали топовых участников, чьи зарплаты были немаленькими. Убрали и самих ведущих, которые получали в несколько раз больше, даже чем топовые герои. Сократили штат закадровых сотрудников, оставили минимум участников в резерве для продолжения обновленного шоу, которые, к слову сказать, не такие яркие, как Рапунцели или Яббаровы, а значит, зарплаты этим ребятам можно платить не такие большие. Ну и, конечно, нашли замену знаменитым дорогим ведущим. Майя и Леша Купины получили свою долгожданную должность, о которой давно мечтали, и приступят к своим обязанностям уже с 15 января. С нетерпением ждем, подтвердится ли информация. Но пока все складывается более чем логично. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также не забывайте подписываться на мой канал. До скорых встреч!